Гарри Гаррисон. Безработный робот. Читает Александр Большишальский. Рано или поздно, но когда-нибудь изготовят роботов, выглядящих в точности так, как они описаны в фантастических романах. Тело человека с его бинокулярным зрением и высоко расположенными глазами, десятью пальцами на концах длинных и гибких конечностей и двуногим движителем, пригодным для любой местности, обязательно станет прототипом для конструкторов роботов. Их детищем станут машины, напоминающие человека, но металлическими людьми они не будут. Различия нелегко сформулировать и еще легче забыть. Мы поступаем так всякий раз, пиная в гневе неодушевленный предмет. Но роботов уже не назовешь неодушевленными предметами. Они станут человекоподобными машинами, и люди начнут думать о них, как о другой разновидности человечества. Джон Венекс вставил ключ в дверной замок. Он просил, чтобы ему дали большой номер, самый большой в гостинице, и заплатил портье лишнее. Теперь ему оставалось только надеяться, что его не обманули. Жаловаться он не рискнет, а о том, чтобы попросить деньги назад, конечно, не могло и речи идти. Дверь распахнулась, и он вздохнул с облегчением. Номер был даже больше, чем он рассчитывал. Целый метр в ширину и полтора в длину. Места для работы было вполне достаточно. Вот сейчас он снимет ногу, а к утру от его хромоты не останется и следа. На задней стене был стандартный передвижной крюк. Джон просунул его в кольцо под затылком и подпрыгнул так, что его ноги свободно повисли над полом. Он отключил энергию ниже пояса, и ноги, расслабившись, стукнулись о стенку. Перегревшемуся ножному мотору надо дать остыть и только потом уже браться за него, а пока можно будет просмотреть газету. С нетерпением и неуверенностью, обычными для всех безработных, он раскрыл газету на объявлениях и быстро пробежал колонку «требуются», в скобках, «роботы». Ничего подходящего в разделе специальности. И даже в списках чернорабочих ничего. В этом году Нью-Йорк был малоподходящим местом для роботов. Отдел объявлений как всегда наводил уныние, но можно было получить заряд бодрости, заглянув в колонку юмора. У него был даже свой любимый комический персонаж, хотя он стыдился себе в этом признаться. Робкий робот. Неуклюжий механический дурак, который то и дело попадал в дурацкое положение по собственной глупости. Конечно, отвратительная карикатура, но иногда такая смешная. Он начал читать подпись под первой картинкой, но тут плафон в потолке погас. Десять вечера. Комендантский час для роботов. Свет гаснет, и сиди взаперти до шести утра. Восемь часов скуки и темноты для всех, кроме горстки ночных рабочих. Но существовало немало способов обходить закон, который не содержал точного определения, что именно понимать под видимым светом. Отодвинув один из щитков, экранировавших его атомный генератор, Джон повысил напряжение. Когда генератор чуть-чуть нагрелся, он начал испускать тепловые волны, а Джон обладал способностью зрительно воспринимать инфракрасные лучи. Используя теплый ясный свет, струящийся из его живота, он дочитал газету. Тепломером в кончике левого указательного пальца он проверил температуру ноги. Нога уже достаточно остыла, и можно было приниматься за работу. Водонепроницаемая оболочка снялась без всякого труда, обнажив энерговоды, нейропровода и поврежденный коленный сустав. Отсоединив проводку, Джон отвинтил коленную чашечку и осторожно положил ее на полку рядом с собой. Из набедренной сумки он бережно, с нежностью, достал сменную деталь. В нее был вложен трехмесячный труд, деньги, которые он заработал на свиноводческой ферме в Нью-Джерси. Когда плафон в потолке замигал и загорелся, Джон стоял на одной ноге, проверяя новый коленный сустав. Половина шестого. Он успел как раз вовремя. Капля масла на новое сочленение, вот и все. Он спрятал инструменты в сумку и отпер дверь. Шахта ненужного лифта использовалась вместо мусоропровода, и, проходя мимо, он сунул газету в дверную щель. Держась поближе к стене, он осторожно спускался по закапанным смазкой ступеням. На семнадцатом этаже он замедлил шаг, пропуская вперед двух других роботов. Это были мясники или разделыватели туш. Правая рука у обоих кончалась не кистью, а остро отточенным резаком длиною в тридцать сантиметров. На втором этаже они остановились и убрали резаки в пластмассовые ножны, привинченные к их грудным пластинам. Вслед за ними Джон по скату спустился в вестибюль. Помещение было битком набито роботами всех размеров, форм и расцветок. Джон Венекс был заметно выше остальных и через их головы видел стеклянную входную дверь. Ночью прошел дождь, и под лучами восходящего солнца лужи на тротуарах отбрасывали красные блики. Три робота белого цвета, отличающего ночных рабочих, распахнули дверь и вошли в вестибюль. Но на улицу никто не вышел, так как комендантский час еще не кончился. Толпа медленно двигалась по вестибюлю, слышались тихие голоса. Единственным человеком здесь был ночной портье, дремавший за барьером. Часы над его головой показывали без пяти-шесть. Отведя взгляд от циферблата, Джон заметил, что какой-то приземистый черный робот машет ему, стараясь привлечь его внимание. Могучие руки и компактное туловище указывали, что он принадлежит к семейству копочей. Одной из самых многочисленных групп. Пробившись через толпу, черный робот с лязгом хлопнул Джона по спине. «Джон Венекс, я тебя сразу узнал, как только увидел, что ты зеленым столбом торчишь над толпой. Давненько мы с тобой не встречались, с тех самых дней на Венере». Джону незачем было смотреть на номер, выбитый на исцарапанной грудной пластине черного робота. Алик Копач был его единственным близким другом все 13 нудных лет в поселке Оранжевого моря. Прекрасный шахматист и замечательный партнер для парного волейбола. Все свободное время они проводили вместе. Они обменялись рукопожатием особой крепости, которая означала дружбу. «Алик, старая ты жестянка. Каким ветром тебя занесло в Нью-Йорк?» «Да захотелось наконец увидеть что-нибудь, кроме дождя и джунглей. После того, как ты выкупился, не жизнь стала, а сплошная тоска. Я начал работать по две смены в сутки в этом чертовом алмазном карьере, а последний месяц и по три смены, только бы выкупить контракт и оплатить проезд до земли. Я просидел в шахте так долго, что фотоэлемент в моем правом глазу не выдержал солнечного света и сгорел, едва я вышел на поверхность». Алик придвинулся к Джону поближе и хрипло прошептал. «По правде говоря, я запрятал за глазную линзу алмаз в 60 каратов. Здесь, на земле, я продал его за две сотни и полгода жил припеваючи. А теперь деньги закончились, и я иду на биржу труда». Голос его снова зазвучал на полную мощность. «Ну а ты-то как?» Джон Венекс усмехнулся. Такой прямолинейный подход к жизни его позабавил. «Да, все так же. Брался за любую работу, пока не попал под автобус. Он разбил мне коленную чашечку. Ну а с испорченным коленом мне оставалось только кормить свиней помоями. Но тем не менее я заработал достаточно, чтобы починить колено». Алик ткнул пальцем в сторону метрового робота ржавого цвета, который тихонько подошел к ним. «Ну если ты думаешь, что тебе туго пришлось, так погляди на Дика. Это на нем не краска. Знакомьтесь, Дик-сушитель, это Джон Венекс, мой старый приятель». Джон нагнулся, чтобы пожать руку маленького робота. Его глазные щитки широко разошлись, когда он понял, что металлическое тело Дика покрыто не краской, как ему показалось вначале, а тонким слоем ржавчины. Алик кончиком пальца процарапал на ржавчине сверкающую дорожку. Он сказал мрачно. «Дико сконструировали для работы в пустынях Марса. О влажности там и не слыхивали, и поэтому его скаридная компания решила не тратиться на нержавеющую сталь. А когда компания обанкротилась, его продали одной нью-йоркской фирме. Он стал ржаветь, работать медленнее. И тогда они отдали ему контракт и вышвырнули беднягу на улицу». Маленький робот заговорил скрипучим голосом. «Меня никто не хочет нанимать, пока я в таком виде. А пока я без работы, я не могу сделать себе ремонт». Его руки скрипели и скрижетали при каждом движении. «Я сегодня думаю опять заглянуть в бесплатную поликлинику для роботов. Они сказали, что попробуют что-нибудь сделать». Алик Копыч прогрохотал. «Не очень-то ты на них надейся. Конечно, капсулу смазки или бесплатный кусочек проволоки они тебе дадут. Но на настоящую помощь не рассчитывай». Стрелки показывали уже начало седьмого. Роботы один за другим выходили на тихую улицу, и трое собеседников двинулись вслед за толпой. Джон старался идти медленнее, чтобы его низенькие друзья от него не отставали. Дик Сушитель шел, дергаясь и спотыкаясь, и голос у него был такой же неровный, как и походка. «Джон Венекс. А что значит эта фамилия? Может быть, как-то связана с Венерой?» «Да, правильно. Венера экспериментальный. В нашем семействе нас было всего 22. У нас водонепроницаемые тела, выдерживающие большое давление для работы на морском дне. Конструктивная идея была правильной, и мы делали то, что от нас требовалось. Только работы для нас всех не хватало. Расчистка дна не приносила больших прибыли. Я выкупил мой контракт за полцены и стал свободным роботом». Ржавая диафрагма дико задергалась. «Свобода — это еще не все. Я иногда жалею, что закон о равноправии роботов все-таки введен. Владела бы мной сейчас какая-нибудь богатая фирма с механической мастерской и горами запасных частей». «Ну, это несерьезно, дик». Алик Копыч опустил тяжелую черную руку ему на плечо. «Многое еще скверно, кто этого не знает. Но все-таки куда лучше, чем в старые времена, когда мы были просто машинами?» «Работали по 24 часа в сутки, пока не ломались. А тогда нас выбрасывали на свалку. Нет уж, спасибо. Нынешнее положение меня больше устраивает». Перед биржей труда Джон и Алик попрощались с Диком, и маленький робот медленно побрел дальше по улице. Они протолкались сквозь толпу и встали в очередь к регистрационному окошку. Доска объявлений рядом с окошком пестрела разноцветными карточками с названиями компаний, которым требовались роботы. Клерк прикалывал к доске новые карточки. Венекс скользнул по ним взглядом и сфокусировал глаза на объявлении в красной рамке. Требуются роботы следующих категорий. «Крепильщики», «Летчики», «Атомники», «Съемщики», «Венексы» обращаться сразу в Чайнджет Лимитед, Бродвей, 1919. Джон взволнованно постучал по шее Алика Копыча. «Погляди-ка, работа по моей специальности. Буду получать полную ставку. Увидимся вечером в гостинице. Желаю удачи в поисках». Алик помахал ему на прощание. «Ну, будем надеяться, что работа окажется не хуже, чем ты рассчитываешь. А я ничему не верю до тех пор, пока деньги у меня не в руках». Джон быстро шел по улице, его длинные ноги отмахивали квартал за кварталом. «Эх, старина Алик. Не верит ни во что, чего не может потрогать. Может быть, он прав. Но зачем нагонять на себя уныние? День начался не так уж плохо. Колено действует прекрасно. Я, возможно, получу хорошую работу». Никогда еще с тех пор, как его активировали, у Джона Венекса не было такого бодрого настроения. Быстро повернув за угол, он столкнулся с каким-то прохожим. Джон сразу же остановился, но не успел отскочить. Очень толстый человек стукнулся об него и упал на землю. И радость сменилась черным отчаянием. Он причинил вред человеку. Джон наклонился, чтобы помочь толстяку встать, но тут увернулся от дружеской руки и визгливо завопил. «Полиция! Полиция! Караул! На меня напали! Взбесившийся робот! Помогите!» Начала собираться толпа. На почтительном расстоянии, правда, но тем не менее грозная. Джон замер. Голова у него шла кругом. Что он натворил? Сквозь толпу протиснулся полицейский. «Заберите его! Расстреляйте! Он меня ударил! Чуть не убил!» Толстяк дрожал и захлебывался от ярости. Полицейский достал пистолет 75-го калибра с гасящей отдачу рукояткой и прижал дуло к боку Джона. «Этот человек обвиняет тебя в серьезном преступлении, жестянка. Пойдешь со мной в участок, там поговорим». Полицейский тревожно оглянулся и взмахнул пистолетом, расчищая себе путь в густой толпе. Люди неохотно отступили, послышали сердитые восклицания. Мысли Джона, вихрем, неслись по замкнутому кругу. Как могла произойти эта катастрофа и чем она кончится? Он не осмеливался сказать правду, ведь тем самым он назвал бы человека лжецом. С начала года в Нью-Йорке замкнули уже шесть роботов. Если он посмеет произнести хоть слово в свою защиту, электрический кабель рядом и в полицейском морге на полку ляжет седьмая выжженная металлическая оболочка. Его охватило тупое отчаяние. Выхода не было. Если толстяк не возьмет своего обвинения назад, его ждет каторга. Хотя, пожалуй, живым ему до участка не дойти, газеты успешно раздували ненависть к роботам. Она слышалась в сердитых голосах, сверкала в сузившихся глазах, заставляла сжиматься кулаки. Толпа превращалась в стаю зверей, готовую накинуться на него и растерзать. «Эй, что тут происходит?» прогремел голос, в котором было что-то, приковывавшее внимание толпы. У тротуара остановился огромный межконтинентальный грузовик. Водитель выпрыгнул из кабины и начал проталкиваться сквозь толпу. Полицейский, когда водитель надвинулся на него, нервно поднял пистолет. «Это мой робот, Джек, не вздумай его продырявить!» Шофер повернулся к толстяку. «Этот жирный, врун каких мало. Робот стоял тут и ждал меня. А жирный, наверное, не только дурак, а еще и слеп в придачу. Я все видел. Он наткнулся на робота, а потом завизжал и давай звать полицию!» Толстяк не выдержал. Он побагровел от ярости и бросился на шофера, неуклюже размахивая кулаками. Шофер уперся могучей ладонью в лицо своего противника, и тот вторично очутился на тротуаре. Толпа разразилась хохотом. Замыкание и робот были забыты, драка шла между людьми, и причина драки никого больше не занимала. Даже полицейский, убирая пистолет в кобуру, позволил себе улыбнуться и только потом начал разнимать дерущихся. Шофер сердито прикрикнул на Джона. «А ну лезь в кабину, рухлядь! Забот с тобой не оберешься!» Толпа хохотала, глядя как он толкнул Джона на сиденье и захлопнул дверцу. Шофер нажал большим пальцем на кнопку стартера, могучие дизели взревели и грузовик отъехал от тротуара. Джон приоткрыл рот, но ничего не мог сказать. Почему этот незнакомый человек помог ему? Какими словами его благодарить? Он знал, что не все люди ненавидят роботов. Ходили даже слухи, что некоторые обращаются с роботами не как с машинами, а как с равными себе. Очевидно, шофер принадлежал к этим мифическим существам, иного объяснения его поступку Джон не находил. Уверенно держа рулевое колесо одной рукой, шофер пошарил другой за приборной доской и вытащил тонкую пластиковую брошюрку. Он протянул ее Джону. И тот быстро прочел заглавие. «Роботы. Рабы мировой экономической системы». Автор Филпот Азимов II. «Если у вас найдут эту штуку, вам крышка. Спрячьте-ка ее за изоляцию вашего генератора. Если вас схватят, вы успеете ее сжечь. Прочтите, когда рядом никого не будет, и узнайте много нового. На самом деле роботы вовсе не хуже людей. Наоборот, во многих отношениях они даже лучше». «Тут есть небольшой исторический очерк, показывающий, что роботы не единственные, кого считали гражданами второго сорта. Вам это может показаться странным, но было время, когда люди обходились с другими людьми так, как теперь обходятся с роботами. Это одна из причин, почему я принимаю участие в нашем движении. Когда сам обожжешься, так и других тащишь из огня». Он улыбнулся Джону с широкой дружеской улыбкой. Его зубы казались особенно белыми по контрасту с темно-коричневой кожей лица. «Я должен выбраться на шоссе номер один. Где вас высадить?» «А, у Чейнджа-то, пожалуйста. Мне нужно навести там справки о работе». Дальше они ехали молча. Прежде чем открыть дверцу, шофер пожал Джону руку. «Вы уж извините, что обозвал вас рухлядью. Надо было умиротворить толпу». Грузовик отъехал. Джону пришлось подождать полчаса, но, наконец, подошла его очередь, и клерк сделал ему знак пройти в комнату заведующего приемом. Он быстро вошел и увидел за столом из прозрачной пластмассы маленького нахмуренного человека. Тот сердито перебирал бумаги на своем столе, иногда ставя на полях какие-то закорючки. Он быстро по птичьи покосился на Джона. «Да, да, поскорее. Что тебе нужно?» «Вы дали объявление, я...» Маленький человек жестом остановил его. «Да, довольно. Давай твой опознавательный жетон и поскорее. Другие ждут». Джон вытащил жетон из щели в животе и протянул его заведующему. Тот прочел кодовый номер, а потом провел пальцем по длинному списку похожих номеров. Внезапно палец остановился, и заведующий посмотрел на Джона из-под полуопущенных век. «Ты ошибся. У нас для тебя ничего нет». Джон попробовал было объяснить, что в объявлении указывалась именно его специальность, но заведующий сделал ему знак замолчать и протянул обратно жетон. Одновременно он выхватил из-под пресс-папье какую-то карточку и показал ее Джону. Он подержал ее меньше секунды, зная, что фотографическое зрение и эидическая память робота мгновенно воспримут и навсегда сохранят все, что на ней написано. Карточка упала в пепельницу, и при косновении карандаша зажигалки превратило ее в пепел. Джон сунул жетон на место и, спускаясь по лестнице, мысленно прочитал то, что было написано на карточке. Шесть строчек, напечатанных на машинке, без подписи. «Робот Венекс, ты нужен фирме для строго секретной работы. В аппарате управления, по-видимому, есть осведомители конкурирующих компаний, поэтому тебя нанимают таким необычным способом. Немедленно иди на Вашингтон-стрит 787 и спроси мистера Коулмана». У Джона словно гора с плеч свалилась. Ведь он уже совсем был решил, что не получит работы. Такой способ найма не вызывал у него никакого удивления. Большие фирмы ревниво охраняли открытия своих лабораторий и не стеснялись в средствах, пытаясь добраться до секретов своих соперников. Пожалуй, можно считать, что место за ним. Громоздкий погрузчик сновал взад и вперед в полутьме старинного склада, возводя аккуратные штабеля ящиков под самый потолок. Джон окликнул его, и робот, сложив подъемную вилку, скользнул к нему на бесшумных шинах. В ответ на вопрос Джона он указал на лестницу в глубине помещения. «Контора мистера Коулмана вон там. На двери есть дощечка». Погрузчик прижал пальцы к слуховой мембране Джона и понизил голос до еле слышного шепота. Человеческое ухо не уловило бы ничего, но Джон слышал прекрасно, так как металлическое тело погрузчика обладало хорошей звукопроводимостью. «Он отпетая сволочь и ненавидит роботов, так что будь повежливее. Если сумеешь вставить в одну фразу пять сэров, можешь ничего не опасаться». Джон заговорщицки подмигнул, опустив щиток одного глаза. Погрузчик ответил ему тем же и бесшумно отъехал к своим ящикам. Поднявшись по пыльным ступенькам, Джон осторожно постучал в дверь мистера Коллмана. Коллман оказался пухлым коротышкой в старомодном желтом с фиолетовым костюме солидного дельца. Поглядывая на Джона, он сверился с описанием Венекса в общем каталоге роботов. По-видимому, убедившись, что перед ним действительно Венекс, он захлопнул каталог. «Давай, жетоны, встань у стенки, вон там». Джон положил жетон на стол и попятился к стене. «Да, сэр. Вот он, сэр». Два сэра в один прием, пожалуй, не так уж плохо. Смеху ради он прикинул, удастся ли ему втиснуть пять сэров в одну фразу так, чтобы Коллман не почувствовал, что над ним потешаются, и заметил опасность, когда было уже поздно. Скрытый под штукатуркой электромагнит был включен на полную мощность, и металлическое тело Джона буквально вжалось в стену. Коллман крикнул, злорадно приплясывая. «Все в порядке, Друз! Повис, как расплющенная консервная банка на рифе! Не пошевельнет ни одним мотором! Тащи сюда эту штуку и обработаем его!» Друз был в комбинезоне механика, надетом поверх обычной одежды. На боку у него висела сумка с инструментами. В вытянутой руке он нес черный металлический цилиндр, старательно держа его как можно дальше от себя. Коллман раздраженно прикрикнул на него. «Бомба на предохранителе и взорваться не может! Да перестань валять дурака! Ну-ка, присобачь ее к ноге этой жестянки, да побыстрее!» Что-то ворча себе под нос, Друз приварил металлические фланцы бомбы к ноге Джона, чуть выше колена. Коллман подергал черный цилиндрик, проверяя, прочно ли он держится, а потом повернул какой-то рычажок и вытащил блестящий черный стержень чеки. Раздался негромкий сухой щелчок. Взрыватель бомбы был взведен. Джон мог только беспомощно следить за происходящим. Даже его голосовая диафрагма была парализована магнитным полем. У него не оставалось никаких сомнений, что заманили его сюда не ради сохранения коммерческой тайны. Он ругал себя последними словами за то, что так легкомысленно угодил в ловушку. Электромагнит был отключен, и Джон тотчас запустил мотор движения, готовясь ринуться вперед. Коллман достал из кармана пластмассовую коробочку и положил большой палец на кнопку в ее крышке. Без глупостей, ржавая банка. Этот передатчик настроен на приемник в бомбочке, приваренный к твоей ноге. Стоит мне нажать на эту кнопку, и ты взлетишь вверх в облаке дыма, а вниз посыплешься дождем из болтов и гаек. А если тебе захочется разыграть героя, то вспомни вот про него. По знаку Коллмана Друз открыл стеной шкаф. Там на полу лежал человек неопределенного возраста в грязных лохмотьях. К его груди была крепко привязана бомба. Прищурив налитые кровью глаза, он поднес ко рту почти опорожненную бутылку виски. Коллман ударом ноги захлопнул дверь. — Это просто бездомный бродяга, Венекс. Но тебе ведь это все равно, верно? Он же человек. А робот не может убить человека. Бомбочка этого пьяницы настроена на одну волну с твоей. Если ты попробуешь сыграть с нами какую-нибудь штуку, он разлетится на куски. Коллман сказал правду, и Джону оставалось только подчиниться. Все привитые ему понятия, да и 92-й контур в его мозгу делали непереносимой для него даже мысль о том, что он может причинить вред человеку. Для каких-то неведомых ему целей эти люди превратили его в свое покорное орудие. Коллман оттащил в сторону тяжелый брезент, лежавший на полу, и Джон увидел в бетоне зияющую дыру — начало темного туннеля, уходившего дальше в землю. Коллман указал Джону на дыру. — Пройдешь шагов тридцать и наткнешься на обвал. Убери все камни и землю, расчищешь выход в канализационную галерею и вернешься сюда. И один. Если вздумаешь позвать легавых, и от тебя, и от старого хрыча останется мокрое место. А теперь живо! Туннель был прорыт совсем недавно, и крепежными стойками в нем служили такие же ящики, какие он видел на складе. Внезапно путь ему преградила стена из свежей земли и камней. Джон начал накладывать землю в тачку, которую дал ему Друз. Он вывез уже четыре тачки и начал накладывать пятую, когда наткнулся на руку. Руку робота, сделанную из зеленого металла. Он включил лобовой фонарь и внимательно осмотрел руку. Сомнений не было. Шарниры суставов, расположение гаек на ладони и сочленение большого пальца могли означать только одно — это была оторванная кисть Венекса. Быстро, но осторожно Джон разгреб мусор и увидел погибшего робота. Торс был раздавлен, провода обуглились, из огромной рваной дыры в боку сочилась аккумуляторная кислота. Джон бережно обрезал провода, которые еще соединяли шею с телом, и положил зеленую голову на тачку. Она смотрела на него пустым взглядом мертвеца. Щитки разошлись до максимума, но в лампах за ними не теплилась ни искорки жизни. Он начал счищать грязь с номера на раздробленной груди, но тут в туннель спустился Друз и навел на него яркий луч фонарика. — Это... брось возиться с этой рухлядью, а то и с тобой будет тоже. Туннель надо закончить сегодня. Джон сложил бесформенные металлические обломки на тачку вместе с землей и камнями и покатил ее по туннелю. Мысли у него мешались. Мертвый робот. Это было страшно. Да еще к тому же робот из его семейства. Но тут начиналось необъяснимое. Что-то с этим роботом было не так. Он увидел на его груди номер 17. А ведь он очень хорошо помнил тот день, когда Венекс-17 погиб на дне Оранжевого моря, потому что в его мотор попала вода. Только через 4 часа Джон добрался до старой гранитной стены канализационной галереи. Друз дал ему короткий ломик, и он выломал несколько больших камней, так что образовалась дыра, через которую он мог спуститься в галерею. Затем он поднялся в контору, бросил ломик на пол в углу и, стараясь выглядеть как можно естественнее, уселся там на кучи земли и камней. Он заерзал, словно устраиваясь поудобнее, и его пальцы нащупали обрубок шеи Венекса-17. Колмен повернулся на табурете и посмотрел на стенные часы. Сверившись со своими часами-булавкой, которой был заколот его галстук, он удовлетворенно буркнул что-то и ткнул пальцем в сторону Джона. «Слушай ты, зеленая жестяная морда, в 19 часов выполнишь одно задание. И смотри у меня, чтобы все было сделано точно. Спустишься в галерею и выберешься в гудзон. Выход под водой, так что с берега тебя не увидят. Пройдешь по дну 200 ярдов на север. Если не напутаешь, окажешься как раз под днищем корабля. Смотри в оба, но фонаря не зажигает, ты понял? Пойдешь прямо под килем, пока не увидишь цепь. Влезешь по ней, снимешь ящик, который привинчен к нищу и принесешь его сюда. Запомнил? Не то сам знаешь, что будет». Джон кивнул. Его пальцы тем временем быстро распутывали и выпрямляли провода в оторванной шее. Потом он посмотрел на них, чтобы запомнить их порядок. Включив в уме цветовой код, он разбирался в назначении этих проводов. Двенадцатый провод передавал импульсы в мозг, шестой импульсы из мозга. Он уверенно отделил эти два провода от остальных и неторопливо обвел взглядом комнату. Друз дремал в углу на стуле, а Коулман разговаривал по телефону. Его голос иногда переходил в раздраженный визг, и все же он не спускал глаз Джона, а в левой руке крепко сжимал пластмассовую коробочку. Но голову Венекса-17 Джон от него заслонял, и пока Друз продолжал спать, он мог возиться с ней, ничего не опасаясь. Джон включил выходной штепсель в своем запястье, и водонепроницаемая крышечка, щелкнув, открылась. Этот штепсель, соединяющийся с его аккумулятором, предназначался для включения электроинструментов и дополнительных фонарей. Если голова Венекса-17 была отделена от корпуса менее трех недель назад, он сможет реактивировать ее. У каждого робота в черепной коробке имелся маленький аккумулятор на случай, если мозг вдруг будет отсоединен от основного источника питания. Аккумулятор обеспечивал тот минимум тока, который был необходим, чтобы предохранить мозг от необратимых изменений. Но все это время робот оставался без сознания. Джон вставил провода в штепсель на запястье и медленно довел напряжение до нормального уровня. После секунды томительного ожидания глазные щитки Венекса-17 внезапно закрылись. Когда они снова разошлись, лампы за ними светились. Их взгляд скользнул по комнате и остановился на Джоне. Правый щиток закрылся, а левый начал отодвигаться и задвигаться с молниеносной быстротой. Это был международный код, и сигналы подавались с максимальной скоростью, какую был способен обеспечить соленоид. Джон сосредоточенно расшифровывал. «Позвони. Вызови особый отдел. Скажи сигнал 14-й. Помощь при...» Щиток замер, и свет разума в глазах померк. На мгновение Джона охватил панический ужас, но он тут же сообразил, что Венекс-17 отключился нарочно. «Эй, что это ты тут затеял? Ты свои штучки брось! Я знаю вас, роботов, знаю, какой дрянью набиты ваши жестяные башки!» Друз захлебывался от ярости, грязно выругавшись. Он изо всех сил пнул ногой голову Венекса-17. Ударившись о стену, она отлетела к ногам Джона. Зеленое лицо с большой вмятиной во лбу глядело на Джона с немой мукой, и он разорвал бы этого человека в клочья, если бы не 92-й контур. Но когда его моторы заработали на полную мощность, и он уже готов был рвануться вперед, контрольный прерыватель сделал свое дело, и Джон упал на кучу земли на мгновение полностью парализованный. Власть на тело могла вернуться к нему только когда угаснет гнев. Это была словно застывшая живая картина. Робот, опрокинувшийся на спину, человек, наклонившийся над ним с лицом, искаженным животной ненавистью, и зеленая голова между ними как эмблема смерти. Голос Колмана, словно нож, рассек мощный пласт невыносимого напряжения. «Друз! Перестань возиться с этой жестянкой! Пойди открой дверь!» Явился малыш Уилли со своими разносчиками. «А с этим хламом поиграешь потом!» Друз повиновался и вышел из комнаты, но только после того, как Колман прикрикнул на него второй раз. Джон сидел, привалясь к стене и быстро и точно оценивал все известные ему факты. О Друзе он больше не думал, этот человек стал для него теперь только одним из факторов в решении сложной проблемы. «Вызвать особый отдел значит, это что-то крупное, настолько, что дело ведут федеральные власти. Сигнал 14, за этим стояла огромная предварительная подготовка, какие-то силы, которые теперь могут быть мгновенно приведены в действие». Что, как и почему он не знал, но ясно было одно. Надо любой ценой выбраться отсюда и позвонить в особый отдел. И времени терять нельзя. Вот-вот вернется Друз с неведомыми разносчиками. Необходимо что-то сделать до их появления. Джон еще не успел довести ход своих рассуждений до конца, а его пальцы уже принялись за дело. Спрятав в руке гаечный ключ, он быстро отвинтил главную гайку бедренного сочленения. Она упала в его ладонь и теперь только ось удерживала ногу на место. Джон медленно поднялся с пола и пошел к столу Коллмана. «Мистер Коллман, сэр! Уже время, сэр! Мне пора идти к кораблю!» Джон говорил, делая вид, что идет к дыре, но одновременно он незаметно приближался к столу. «У тебя еще полчаса, сиди смир... Эй!» Он не договорил. Как ни быстры человеческие рефлексы, они не могут соперничать с молниеносными рефлексами электронного мозга. Коллман еще не успел понять, что, собственно, произошло, а робот уже упал поперек стола, сжимая в руке отстегнутую у бедра ногу. «Вы убьете себя, если нажмете эту кнопку». Джон заранее сформулировал это предупреждение. Теперь, выкрикнув его прямо в ухо растерявшегося человека, он засунул отсоединенную ногу ему за пояс. Все произошло, как было задумано. Палец Коллмана метнулся к кнопке, но застыл над ней. Выпученными глазами он уставился на смертоносный цилиндрик, чернеющий у самого его живота. Джон не стал ждать, пока он опомнится. Соскользнув со стола, он подхватил с пола ломик и, оттолкнувшись единственной ногой в один прыжок, очутился у дверцы стенного шкафа. Он всадил ломик между косяком и дверцей, силой нажал. Коллман еще только ухватился за металлическую ногу, а Джон уже открыл шкаф и одним рывком разорвал толстый ремень, удерживавший бомбу на груди мертвецки пьяного бродяги. Бомбу он бросил в угол возле Коллмана. Пусть разделывается с ней, как хочет. Хоть он и остался без ноги, но во всяком случае избавился от бомбы, не причинив вреда человеку. А теперь надо добраться до какого-нибудь телефона и позвонить. Коллман, еще не успевший освободиться от бомбы, сунул руку в ящик стола за пистолетом. О двери нечего было и думать, там ему преградят путь Друз и его спутники. Оставалось только одно — окно, выходившее в помещение склада. Джон Веннекс выскочил в окно, матовые стекла брызнули тысячу осколков, а в комнате позади него прогремел выстрел, и от металлической оконной рамы отлетел солидный кусок. Вторая пуля калибра 75 просвистела над самой головой робота, поскакавшего к задней двери склада. До нее оставалось не больше тридцати шагов, как вдруг раздалось шипенье, огромные створки скользнули навстречу друг другу и плотно сомкнулись. Значит, все остальные двери тоже заперты, а топот стремительно бегущих ног навел на мысль, что именно там его и намерены встретить враги. Джон метнулся за штабель ящиков. Над его головой, скрещиваясь и перекрещиваясь, уходили под крышу стальные балки. Человеческий глаз ничего не различил бы в царившем там густом мраке, но для Джона было вполне достаточно инфракрасных лучей, исходивших от труб парового отопления. С минуты на минуту Колман и его сообщники начнут обыскивать склад, и только там, на крыше, он сможет спастись от плена и смерти. Да и передвигаться по полу на одной ноге было непросто, а на балках для быстрого передвижения ему будет достаточно рук. Джон уже забрался на одну из верхних балок, когда внизу раздался хриплый крик и загремели выстрелы. Пули насквозь пробивали тонкую крышу, а одна расплющилась остальную балку как раз под его грудью. Трое из новоприбывших начали карабкаться вверх по пожарной лестнице, а Джон тихонько пополз к задней стене. Сейчас ему ничто непосредственно не угрожало, и он мог обдумать свое положение. Люди ищут его, рассыпавшись по всему зданию, и через несколько минут он, несомненно, будет обнаружен. Все двери заперты, и окна... Он обвел взглядом склад. Окна, конечно, тоже блокированы. Если бы он мог позвонить в особый отдел, неведомые друзья в Энакса-17, вероятно, успели бы прийти к нему на помощь. Но об этом не стоило и думать. Единственным телефоном в здании был тот, который стоял на столе Коллмана. Джон специально проследил направление провода и знал это наверняка. Джон машинально посмотрел вверх, туда, где почти у самой его головы протянулись провода в пластмассовой оболочке. Вот он, телефонный провод. Телефонный провод. А что еще ему нужно, чтобы позвонить? Он ловко и быстро освободил от изоляции небольшой участок телефонного провода и вытащил из левого уха маленький микрофон. Он усмехнулся. Сначала нога, теперь ухо. Ради ближнего он жертвовал собой в буквальном смысле слова. Не забыть сказать об этом потом Алику Копычу, если это потом для него наступит. Алик обожает такие шутки. Джон вставил в микрофон два провода и подсоединил его к телефонной линии. Прикоснувшись к проводу амперметром, он убедился, что линия свободна. Затем, рассчитав нужную частоту, послал 11 импульсов, точно соблюдая соответствующие интервалы. Это должно было обеспечить ему соединение с местной подстанцией. Поднеся микрофон к самому рту, Джон произнес четко и раздельно. Алло, станция? Алло, станция? Я вас не слышу. Не отвечайте мне. Вызовите особый отдел. Сигнал 14. Повторяю, сигнал 14. Джон повторял эти слова, пока не увидел, что обыскивающий склад люди уже совсем близко. Он оставил микрофон на проводе, в темноте люди его не заметят, а включенная линия подскажет неведомому особому отделу, где он находится. Упираясь в металл кончиками пальцев, он осторожно перебрался по двутавровой балке в дальний угол помещения и заполз там в нишу. Спастись он не мог. Оставалось только тянуть время. «Мистер Колман, я очень жалею, что я убежал». Голос, включенный на полную мощность, разнесся по складу раскатами грома. Люди внизу завертели головами. «Если вы позволите мне вернуться и не убьете меня, я сделаю то, что вы велели. Я боялся бомбы, а теперь боюсь пистолетов». Конечно, это звучало очень по-детски, но он не сомневался, что никто из них не имеет ни малейшего представления о мышлении роботов. «Пожалуйста, позвольте мне вернуться, сэр». Он чуть было не забыл про магическое словечко, и потому повторил его еще раз. «Пожалуйста, сэр». Колману необходим этот ящик, и, разумеется, он пообещает все, что угодно. Джон прекрасно понимал, какая судьба его ждет в любом случае, но он старался выиграть время в надежде, что ему удалось дозвониться и помощь подоспеет вовремя. «Ладно, слезай, жестянка. Я тебе ничего не сделаю, если ты выполнишь работу как следует». Но Джон уловил скрытую ярость в голосе Колмана, бешеную ненависть к роботу, посмевшему... посмевшему дотронуться до него. Спускаться было легко, но Джон спускался медленно, стараясь выглядеть как можно более неуклюжим. Он поскакал на середину склада, хватаясь за ящики, словно для того, чтобы не потерять равновесие. Колман и Друс ждали его там. Рядом с ними стояли какие-то новые люди с пустыми и злыми глазами. При его приближении они подняли пистолеты, но Колман жестом остановил их. «Это моя жестянка, ребята. Я сам о нем позабочусь». Он поднял пистолет и выстрел оторвал вторую ногу Джона. Подброшенный ударом пули Джона, беспомощно рухнул на пол, глядя вверх на дымящийся дуло пистолета калибра 75. «Для консервной банки придумано неплохо, только этот номер не пройдет. Мы снимем ящик каким-нибудь другим способом, так чтобы ты не путался у нас под ногами». Его глаза зловеще сощурились. С того момента, как Джон закончил шептать в микрофон, прошло не более двух минут. Вероятно, те, кто ждал звонка в NX-17, дежурили в машинах круглые сутки. Внезапно с оглушительным грохотом обрушилась центральная дверь. Скрижища гусеницами по стали, в склад влетела танкетка, ощеренная автоматическими пушками. Но она опоздала на одну секунду. Колман нажал на спуск. Джон уловил чуть заметное движение его пальца и отчаянным усилием рванулся в сторону. Он успел отодвинуть голову, но пуля разнесла его плечо. Еще раз Колман выстрелить не успел. Раздалось пронзительное шипение, и танкетка изрыгнула мощные струи слезоточивого газа. Ни Колман, ни его сообщники уже не увидели полицейских в противогазах, хлынувших в склад с улицы. Джон лежал на полу в полицейском участке, а механик приводил в порядок его ногу и плечо. По комнате расхаживал в Энекс-17, с видимым удовольствием пробуя свое новое тело. «Вот это на что-то похоже. Когда меня засыпало, я уже совсем решил, что мне конец. Но, пожалуй, я начну с самого начала». Он пересек комнату и потряс уцелевшую руку Джона. «Меня зовут Уилл Контор, 495-1Х3. Хотя это давно пройденный этап, я сменил столько разных тел, что уже и забыл, каков я был в самом начале. Из заводской школы я перешел прямо в полицейское училище и с тех пор так и работаю. Сержант вспомогательных сил сыскной полиции, следственный отдел. Занимаюсь я больше тем, что торгую леденцами и газетами или разношу напитки во всяких притонах. Собираю сведения, составляю докладные и слежу кое за кем по поручению других отделов. На этот раз... Прошу, конечно, извинения, что мне пришлось выдать себя за Венекса, но, по-моему, я ваше семейство не опозорил. На этот раз меня одолжили таможни. В Нью-Йорк начали поступать большие партии героина. ФБР удалось установить, кто орудует здесь, но было неизвестно, как товар доставляется сюда. И когда Колман, он у них тут был главным, послал объявление в агентство по найму рабочей силы, что ему требуется робот для подводных работ, меня запихнули в новое тело, и я тут же помчался по адресу. Как только я начал копать туннель, я связался с отделом, но проклятая кровля обрушилась до того, как я выяснил, на каком судне пересылают героин. А что было дальше, тебе известно. Опергруппа не знала, что меня прихлопнуло и ждало сигнала. Ну а этим ребятам, понятно, не хотелось, сложа руки, ждать, когда ящичек героина ценой в полмиллиона уплывет назад невостребованной. Вот они и нашли тебя. Ты позвонил, и доблестные блюстители порядка вломились в последний миг спасти двух роботов от ржавой могилы. Джон давно уже тщетно пытался вставить хоть слово и поспешил воспользоваться случаем, когда Уилл замолчал, залюбовавшись своим отражением в оконном стекле. «Почему ты мне все это рассказываешь? Про методы следствия и про операции твоего отдела. Это же секретные сведения, и уж никак не для роботов». «Да, конечно», — беспечно ответил Уилл. «Капитан Эджком, глава нашего отдела, большой специалист по всем видам шпионажа. Мне поручено наболтать столько лишнего, чтобы тебе пришлось либо поступить на службу в полицию, либо распрощаться с жизнью во избежание разглашения государственной тайны». Уилл расхохотался, но Джон ошеломленно молчал. «Правда, Джон, ты нам очень подходишь. Роботы, которые умеют так быстро соображать и быстро действовать, встречаются не так уж часто. Услышав, какие штуки ты откалывал на складе, капитан Эджком поклялся оторвать мне голову навсегда, если я не уговорю тебя. Ты ведь ищешь работу. Ну так чего же тебе еще? Неограниченный рабочий день. Платят гроши, зато уж скучно, поверь мне, не бывает никогда». Уилл вдруг перешел на серьезный тон. «Ты спас мне жизнь, Джон. Эта шайка бросила бы меня ржаветь в туннеле до скончания века. Я буду рад получить тебя в помощнике». «Мы с тобой сработаемся, и к тому же». Тут он снова засмеялся. «Тогда как-нибудь при случае я тебя спасу. Терпеть не могу долгов». Механик закончил и, сложив инструменты, ушел. Плечевой мотор Джона был отремонтирован, и он смог сесть. Они с Уиллом обменялись рукопожатием, на этот раз крепким и долгим. Джона оставили ночевать в пустой камере. По сравнению с гостиничными номерами и барачными закутками, к которым он привык, она казалась удивительно просторной, и Джон даже пожалел, что у него нет ног, их было бы где поразмять. «Ну ладно, придется подождать до утра. Перед тем, как он начнет выполнять свои новые обязанности, его приведут в полный порядок». Он уже записал свои показания, но невероятные события этого дня все еще не давали ему думать ни о чем другом. Это его раздражало. Надо было дать остыть перегретым контуром. Чем бы отвлечься? Почитать бы что-нибудь. И тут он вспомнил о брошюре. События развивались так стремительно, что он совсем забыл про утреннюю встречу с шофером грузовика. Он осторожно вытащил брошюрку из-за изоляции генератора и открыл первую страницу. «Роботы – рабы мировой экономической системы». Из брошюры выпала карточка, и он прочел. «Пожалуйста, уничтожьте эту карточку, когда прочтете». «Если вы решите, что все здесь правда, и захотите узнать больше, то приходите по адресу George Street 107, комната B, в любой четверг в 5 часов вечера». Карточка вспыхнула и через секунду превратилась в пепел. Но Джон знал, что будет помнить эти строчки не только потому, что у него безупречная память. Большое спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам понравилось, я буду очень признателен, если вы напишите комментарий, даже просто сердечко или огонечек. Это поможет ютубу понять, что это видео можно предлагать посмотреть другим зрителям. Неравнодушные люди, желающие поддержать меня и мой канал финансово, могут это сделать по реквизитам в описании. Спасибо всем большое!